Сегодня члены команды «Черноморец» на трибунах болельщиков. Они пришли сюда не посмотреть игру, а вспомнить прошлое. Практически вся их юность связана со спортом. Летом мальчишки гоняли мяч на стадионе «Труд», что был недалеко от дома. Зимой вставали на коньки и брали в руки клюшки. Благо, площадок для активных игр в городе было достаточно. В 1965 году детская команда «Черноморец» впервые стала чемпионом города в турнире «Кожаный мяч». Так начиналась история восхождения дворовой команды на всесоюзный «Олимп». На протяжении пяти лет мы были чемпионами города по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». И в связи с тем, что мы были всегда лидерами, в 1964 году нас горком комсомола направил на первые игры, на первенство Горьковской области на приз клуб «Кожаный мяч». Ровно 55 лет назад, в июле 1967 года, город Горький принял лучшие детские команды области. Были среди них и черноморцы. Команда оказалась сильнейшей на турнире и завоевала право защищать честь Горьковской области на третьих всесоюзных соревнованиях по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». По результатам соревнований Черноморец стал бронзовым призером СССР и чемпионом РСФСР. «Основное время 1-1. Пенальти. 4-4 и у нас удар в запасе. Пробивает Женя Семиков, к сожалению, даже мимо ворот. То есть забей и мы в финале с Грузией гирать за первое место. Повтор 1-3 мы проиграли. Повторный пенальти. Ну, плакали все. Все плакали. Потом третье место, за третье место Киргизию мы 2-0, конечно, обыграли на хорошем стиле. Бронзов наша. Ура, ура, ура. Годы прошли и события этих давних лет стали воспоминанием. Воспоминанием о веселых мальчишках, увлеченных азартом игры, строгом тренере, который не давал им спуска, родных и близких, которые поддерживали юных спортсменов и помогали двигаться вперед на спортивном бобрище. Все эти воспоминания черноморцы собрали в одной книге, посвященной 55-летию со дня успешного выступления команды до всесоюзных соревнованиях. Был такой тренер Виктор Николаевич Кауркин, который очень высоко поднял спорт, футбол и хоккей в частности, в городе. Он был отличник Смоленского института физкультуры. Он готовил нашу черноморец команду как раз вот на всесоюзные соревнования. Вот на этом футбольном поле, в жару, в самый пекл, чтобы выносливость была, сила. Презентуют свою книгу черноморцы на дне физкультурника, который пройдет на Икаре 13 августа.